Ребята, всем привет! Сегодня у нас необычный эксперимент на канале. Давно меня мучает вопрос, может ли вот такая небольшая батарея литий-полимерная запустить обычный легковой автомобиль. То есть сможет ли она вращать стартер без свинцовой батареи? Все мы знаем, насколько она огромная и тяжелая. Ну а это вот такая. Теоретически, она может выдавать ток в 300 ампер. Многие в такие цифры не верят, но я думаю, если мы запустим, все сразу автоматически поверят, что и провода вот эти тоненькие выдерживают, и батарея может все выдать. Максимально заряженная она будет иметь напряжение 12,6 вольта. Сейчас я напаяю разъемы, чтобы здесь не переделывать, не перепаивать. Подсоединю провода. Провода из этой же серии. Правда они немножко потолще, но зато длина увеличится. И мы, ребята, попробуем запустить автомобиль этой батареи. Отключим свинцовую батарею и запустим с помощью литий-полимерки. Но я надеюсь, что запустим. Я этот эксперимент не проводил, поэтому неизвестно, почему же эти провода выдерживают столь высокие токи? Я думаю, многие задаются вопросом. Кстати, вот эти могут держать до 180 ампер, причем долговременно. Кратковременно могут гораздо больше. Здесь силиконовая изоляция, которая держит до 200 градусов. Тут так и написано. Этот провод AVG-8. Но самое интересное и в чем скрыт смысл высокого тока, это строение провода. Сейчас я вам его покажу. Снимем немного изоляции, чтобы было наглядно. Провод здесь необычный. Это не тот медный провод, который мы привыкли видеть все. Даже если сравнивать с многожильным. Этот, ребята, супер многожильный провод. Здесь 1600 тоненьких проволок. Вот мы берем один пучок, распушиваем его. И здесь нереальное количество проволок в одном пучке. А пучков здесь тоже много. Каждый тоненький проводок луженый. А в самых экстремальных случаях проводки покрывают серебром. И тогда оно может выдерживать еще большие токи. Отрежу пару проводков, чтобы удлинить вот эти. Напаяю сейчас разъемы. И пойдем тестировать. Как раз у меня тут соседи занимаются ремонтом авто. И можно напроситься на тесты. Внутренняя химия аккума такова, что ниже 3 вольт на банку нельзя опускаться. То есть здесь три банки. Ниже 9 вольт просадку давать нельзя. Также мы отключим генератор, чтобы не дать ему сверх нормы. Потому что больше чем 12,6 давать нельзя. Так что ставим его пока на зарядку. А я буду паять провода. Разъемы бананы. Заодно и их протестируем. С обратной стороны сделаю петли, чтобы прикрутить болтиками. Для тех, кто любит технические тонкости, диаметр разъемов 4 миллиметра. Диаметр токопроводящей части провода около 4 миллиметров. Оно здесь распушается и точно не удается измерить. Ждем, когда прогреется паяльник. Нарезаю олово кусочками. Уже почти вся палка ушла. Пришлось немножко обкусить провод, потому что его внутрь просто нереально будет запихать. Он толще, чем отверстие. Ну давай, засовывайся. Вроде бы нормально. Так, один есть. Теперь второй бананчик. Это уже действительно бананчик. То была мама, а это папа. Ну и нужно сделать петельку. Вот так нормально. Подготовил под второй провод. Смотрим, как впитывается олово. Впитываться будет в провод. Для начала проканифолю его. Разогрею и будем пропитывать. Жидкий металл. Ну вот и все впиталось. Все готово. Идем монтировать на Ситроен. Для начала подключим сигнализатор. Вот он показывает напряжение. 12,5 вольт. 4,17. 4,14. 4,16. Это были напряжения каждой баночки в отдельности. Так, берем и пошли. Вот он наш искомый автомобиль. От обычного аккумулятора он заводится, как вы видите. Сейчас будем пробовать вот эту. Итак, ребята, час х настал. Плюсовой провод подключен вот сюда. Клемма снята с аккумулятора. Минусовой подключен на массу. Вот, настало время подключать аккумулятор. Предварительно сняли фишку с генератора, чтобы не подать большое напряжение. Потому что больше 12,6 вольт на аккумулятор подавать нельзя. Давай, может быть, попробую сейчас? Заводится, не заводится? Что происходит? Чтобы всё было без, скажем так, обмана. А ну-ка, давай. Смотрим. Тут ни приборки, ничего нет. Да, просто ключ кручу, ничего не происходит. Да, ну короче, будем заводить. Ну вот она, плюсовая клемма снята. То есть аккумулятор стоит голый. Подключаем наш маленький аккумулятор, за который мне уже немножко боязно даже. Ну что делать? Что делать? Такие маленькие контактики. Разъёмы, всё такое маленькое. Ну что, давай пробовать. Момент истины настал. Ну давай. Бензонасос. Давай. Вот это да, друзья. Вы можете представить, запустился от этого аккумулятор. Подвижок. Смотрим напряжение. 12,9. Так, что идёт на него зарядка? Глуши. Всё-таки идёт откуда-то зарядка на него. Уже 12,9 зарядила. Ребята, в жертву, в жертву аккумулятор. Надо его теперь резко кидаться, разряжать. Потому что его перезарядило. Ну вот видите, всё как бы по чесноку. Вот такие вот дела, ребята. Это просто фантастика. Можно заводить литий-полимерным маленьким аккумулятором. Как видите, провода вот эти тоненькие-маленькие срабатывают. Разъёмы выдерживают. В мощности стартеров, я думаю, никто не будет сомневаться. В общем, окрыленные успехом решили ещё одну машину попробовать. На этот раз на холодную будем пробовать. Всё-таки успехом там и окрыленные. Будем по максимуму, да? Да, давай по максимуму. Ты с генератора уже снял, да? Да, я уже снял возбуждение. Ребята, знаете, какая могла быть проблема? Я его немножко подогревал, потому что он холодный был. Я его делал чуть-чуть тёпленький. А он заряженный был полностью. В итоге, возможно, напряжение поднялось. То есть, скорее всего, с генератора ничего не шло. Это был подъем из-за нагрева. Всплеск напряжения. А так всё вроде бы норм. С аккумулятором быстро я скачал чуть-чуть с него. Есть куда прикручивать, да? Будем прикручивать. Провода подкинули куда надо. А клемму сняли с аккумулятора. Теперь проверим, ничего ли у нас там не подключено лишнего. А то вдруг всё работает. А ну-ка, запускай, заводи. Не заводится. Ладно. Давай тогда садись. Сейчас всё подключим. Итак, момент истины. Машина холодная. То есть мы её не прогревали. Подсоединяю провода. Что-то щелкнуло там. Ну давай, пробуем. Ну давай. Ну вот так. Слушайте, какая-то фантастика. Даже не запищало. То есть до страшного напряжения не понизилось. 4,08 автомобиль работает. Включи фары. Сами фары включи. Что-то они не включены. А ну-ка, ну-ка. Включай, пусть работают. Мы посмотрим на падение напряжения. Ну да, да, да. До 11,9 вольт сбросилось. И продолжает работать машина. Как видите, не подключено к аккумулятору. Вот такие вот дела, ребята. Это какая-то фантастика. Наверное, даже и меньшие размеры могут заводить автомобиль. Выключай. А теперь заводи. А теперь заводи, да. Жесть. Вот такие дела. Можно такого помощника в багажник кидать на всякий экстренный случай. Прикольная тема, конечно. На этом теперь точно все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока. До свидания. Пока.